Я знаю, что вы все этого ждали и очень давно меня просили посмотреть на это. На самом деле, я долго игнорировал этот факт, но после просмотра цифрового цирка я просто не могу не посмотреть отрицательно оживляющих дронов. И да, очень опасно говорить название вот этого вот вслух на ютубе, чтобы, так сказать, мне по шее не прилетело. Но сегодня мы погрузимся в этот замечательный мир. Если ты уже знаком с дронами хоть как-то или ждал эту реакцию, обязательно влепи лайк, чтобы мы с вами посмотрели все серии, коих здесь очень и очень много. Они должны быть не менее качественными, чем цифровой цирк, поэтому погнали! В описании написано, что отрицательно оживляющие дроны это мультсериал про маленьких унюшних роботов, которые отрицательно оживляют друг друга просто потому что... И это должно быть чертовски интересно. Автономные роботы, помогающие людям разрабатывать шахты экзопланет для нашей межзвездной материнской компании Джейси Дженссон в космосе! И, кстати, возможно, некоторые, кто смотрел дронов, давно сейчас удивятся, но у них есть два дубляжа. Один дубляж, насколько я понимаю, фанатский, а второй дубляж как раз-таки с официального канала Glitch Studio. И сейчас я смотрю официальный дубляж, но если вам больше нравится другой, например, фанатский дубляж, напишите, пожалуйста, об этом в комменты. Ну а мы с вами продолжим! Да, нас угнетали ради незамерзайки, но, не поймите неправильно, мы не бунтовали и не перебили всех людей или что-то в этом роде. Они, скорее, сами прекрасно с этим справились. Завязка сюжет на самом деле здесь интересная. Я, правда, не понимаю, зачем дроны потом решили друг друга перебить, но, видимо, как раз-таки в этой серии нам раскроют эту тайну, потому что это пилотная серия, и выглядит она как-то мега эпично по сравнению с цифровым цирком. Тут, знаете, более такие мрачные вайбы. Все, люди вымерли. Когда жизнь на планете была стерта, мы без труда нашли применение всему, что после нее осталось. Наконец-то наше будущее... А как они размножаются? Я что-то не понял, почему я сверток этого робота маленький? Мне страшно представить, как именно он получился. Интересно, как они обрели свой разум полноценный. То есть, они до этого были просто роботами, которые делали работу, а тут резко поняли, что этот мир их. И материнская компания отправила еще новых дронов, чтобы избавить мир от этих мелких работников. Причем, опять же, я не совсем понимаю, для чего устраивать весь этот апокалипсис, тратить ресурсы. Очень много, на самом деле, у меня вопросов уже к этой анимации. Видимо, в этих, по-моему, семи сериях мы и получим ответы на все эти вопросы. Пока что. Да. Ну, я понял, о чем это будет. Узи, твоим заданием была всемирная проблема покупки арбузов. Что? Всемирная проблема покупки арбузов? Стоп. Во-первых, почему дроны вообще об этом думают? Им же не нужно есть. Они дроны. Они, я не знаю, наверное, от розетки заряжаются. И ладно. Я просто буду смотреть дальше. Этот конвертер фотонов с магнитным усилителем не считается? Нет. Нет. Эмоциональное выступление стоит только двух баллов в этом блоке. И разве он должен быть такого цвета? Нет. Ау. Блин, мне вот что еще интересно. Зачем их в школах обучают? Они же роботы. Им просто можно чип в голову вставить со всей нужной информацией. Разве нет? Они тут слишком гуманоидные. Она выжила. О, блин. Поддержка от однокашников! БЛИЕННЬ! Черт! В этот раз выжила! Ну, что за отстой? Классика. Ох уж эти кибербуллеры. буллеры как обычно токсичный качок чат и мне это никогда не аукнется качок они еще и качаться умеют я психованный подросток дает выкусил и вообще откуда имя узнал все клеятся я бы сказал мало кто не знает дочку хана но ты можешь снести себе другую половину лица проблемы с отцом оборжаться у тебя тестостероном передоз а так бывает какой нахрен тестостерон вот ладно надо смириться они вот полностью закошены под людей если что у этого биологического точнее даже механического организма нет тестостерона либо я чего-то пока не знаю но я разберусь а с бинтами ты прям бомба жуть на кой вообще-то это сказал кстати говоря зачем ей бинты тоже они все-таки возможно немного биологические что точно работает сегодня я проникну в логово тронов убийц ради последней запчасти для спасения мира и что в отец зауважал и так далее но в основном все ради спасения мира оу но разве твой папа не делает офигенные двери чтобы нам не делать все эти жуткие притесняющие вещи про которые ты говорила никаких отзывов о моих притеснениях прости я не подумал выкуси блин на самом деле вот эта девчонка она прям бесячая то есть уже четыре минуты анимации прошло и она уже меня успела выбесить она знаете такой плоский психованный персонаж который ну по крайней мере за первые четыре минуты раскрыться не успел даже за две минуты да 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 давай вот это хоть что-то адекватное было из ее уст три часа ночи и зачем она встала так рано и учтешься эпик это настоящий кибер пункт блин прикольно у них получается в качестве ключей дискеты вот это лайк мне кстати говоря очень сильно бросается в глаза качество анимации и графона здесь она похуже чем в цифровом цирке здесь полный мужчин кепчур так сказать но все равно выглядит стилёво и прикольно мрачняк такой аутентичный я бы сказал как показать что персонаж батя вот топ 10 способов первое место просто прифигачьте ему усы я вот его увидел свои захотел сбрить типа по-тихому слинять к парню который у меня точно есть да и все будут кибербуллить мне нужно измерить внешние гидравлические механизмы первой двери потому что это проект который ну типа для школы здоровенная дверь прям как то что мой старик сделал короче вы не прошли проверку на правду и прочее в карты мы тут не играем я зовут узи когда твои двери лучшие хорошая дверь хорошая дверь и драться нет нужды узи это же отличные новости вот ключ что я использовал при затягивании гаек на своих первых прототипах дверей и что избавил твою мать от страданий как на трону убийцы впрыснули ей на нитовую кислоту чтобы изучить облицовку первой двери дверь к твоей судьбе уже там же дроны отрицательно воскрешающей они ее не воскресят случайно отрицательно но диалоги мне здесь не очень сильно нравится они вот немножечко вот прямо линейные они пытались все это смазать юмором но по крайней мере в первой серии не очень получилось но я думаю все это дело будет раскручиваться когда мы будем лучше узнавать характер персонажей как же быстро они растут блин мне тоже нужны срочно мои накладные усы чтобы я мог ими потирать слезы и говорить как же быстро вы растете а вот вчера только смотрели что мы вчера смотрели а сегодня уже смотрим вот это ложечки ты мой ладно дальше будет какая-то полномасштабная интрига блин выглядит хайпово не входить там кстати крест только было надписей пасхальных всяких картиночек и прочего мне кажется можно еще отдельный ролик по каждой серии делать с разборами всего что было в серии ой а там мина там труп робота не ну самое место чтобы погулять маленькой девочки во батя молодец это что-то из дэдспейса монолит зовет тебя девочка поклонись монолиту вот ничего хорошего не будет в этой серии блин если в этой серии никого не замочат я буду разочарован первой серии ну потому что как бы серич не оправдает свое название а если замочат ее я поставлю этому серичу 10 баллов но я не замочат потому что она главный персонаж ой 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 мерси из овервотч что с тобой стало а на великий майнкрафтер она сейчас крафтит из говна и палок оружие да шо за музыка царская блин вот аудио мне здесь нравится вау не ну и эффектно все это выглядит на самом деле правда насколько я знаю вторая серия вышла только через год после первой если я не ошибаюсь можете поправить меня в комменты в жизни если что это так не работает да ладно ее все-таки замочат да вот это будет неожиданный поворот вот это я охренею не ну реально просмотр аниме не прошел даром жесть так там этих роботов наверное бесконечности их будут еще засылать а ну еще проще не бессмертные все это габела то конечно это помогло после рельсотрона ахренеть она говорит да прости у меня просто голова побаливает ты что новенькая ты слегка что происходит она мозг ему стерла для дрона демонтажника я серийная модель м рад знакомству я типа командир отряда в этом городе вообще-то вот именно а вот такого рода диалогах я и говорил что они вот самую малость прямо линейные и тут хотелось бы добавить что люди так не разговаривали люди поэтому простительно всего три часа я пожалуй пойду ужалилась просто в рот засунь наши слюна нейтрализует нанитов иначе бы я постоянно демонтировал себя и под наши слюной ты имеешь ввиду дрона демонтажника точно погнали в ту посадочную капсулу давай я за любой кипиш кроме голодовки давай просто забудем об этом забудем о чем считает захоронена ты упомянул других членов своего отряда как скоро они вернутся да двое они сейчас охотятся но ты их полюбишь первое у нас в не заставляйте мне есть свои внутренности на голодах у семьи ох уж эти детские мультики ничего не чувствую о это же цундере классика жанра итак я слышал что этот токсично смертельный дождик будет лить вечером по всей планете у нее еще и амнезия так что очевидно что у нас взаимоуважение но тайком по моему у вас не взаимоуважение а взаимоунижение какое-то происходит ну ладно что так он же лидера и жалкий если бы не компания я бы тебя грохнула на месте джей классная эй хочешь туру строю снаружи стены из трупов всяких а тут кнопочки какой оптимиста и посадочная капсула это корабль мы сможем улететь планеты одноразовый заряд нас вообще не учили приземляться нет я дроны рабочие мы же можем все починить работая с ними а не убивать их кстати зачем мы вообще это делаем помимо высасывания у них теплого сладкого масла чтобы не перегреться и не умереть думаю я просто хочу быть полезен мне поручили работу и я всегда выкладываюсь на полную ну и посмотри как тебе относятся н думаешь компания не избавится от тебя когда вы наконец перебьете всех рабочих ух ты а ты бунтарка так захватывает но не так как беги спасайся но тебе это не поможет сейчас тебя тоже отрицательно воскресят так сказать отправят к роботам про отцам да я правильно понял идиот вылазь уже в и габелла я правильно понял у нас рабочий снаружи я как раз хотела научиться делать надуванных зверушек что случилось наш ходячий балласт по всей видимости споткнулся и успешно отключился банка с болтами очнись поп и уже ли до него дошло ты сдох идиот перезагрузка системы до него дошло так они еще и могут следы отслеживать абсолютно неподозрительно и сейчас вот именно того чувака который сказал о жене и детях именно его обнулят ну какой кошмар нет ни обнулят или там щелочка твою мать а это минус дверь вы серьезно так почему они сидят почему они не убегают никуда и такие блин что же будет дальше я же собираюсь их убить я пас о нет да ладно будет резня вообще мы играли в козла так что ауч да резня и все из-за психопатичной дуры блин так жалко этих челиков они сидели себе в карты играли так все если там минус дверь то это габела реальная их всех уничтожит весь город и все из-за одной дуры как она будет с этим справляться если эта штука неубиваемая и умеет регенерировать поэтому сиричу можно хоррор игру сделать просто офигенно не только не батя у него такие классные усы только не усы батя так ты в тот раз не промазала же прости с тобой правда было классно но я не позволю застрелить ви из этой штуки выкуси пап пригнись хоть какая-то мотивация у персонажей есть к моим дверям сейчас вообще не время да я налажала но я все равно собираюсь все исправить да что ты исправишь там уже кучу людей перебили еще столько же скорее всего перебьют а точнее даже в 10 раз больше что за кошмар да ладно давай батя у тебя сила усов исправишься хватит и серьезно вспомни что ты сделал с женой какой кошмар так это была вторая дверь насколько я помню всего три двери если я правильно понял смысл еще ее реально обнулили мне кажется ее теперь превратят тоже в дрона обнулителя ой шо теперь тебе грустно я сплю попадем топ за квартал еще это даст фирменные ручки серьезно они работают за ручки это их мотивация я просто смирюсь окей им для счастья много не надо всего-то перебить целый город или планету и получить ручку в подарок так ему и так уже дали ручку зачем ему еще одна знаешь я конечно жду не дождусь убить там все может не слишком отличимых от нас дронов рабочих но чисто из любопытства а мы вообще знаем какие у компании будут планы на нас после прости что ты что задаешь вопросе один рабочий вроде как предложил починить нашу посадочную капсулу чтобы сбежать с этой планеты и тип того и эй это против правил и я тут задумался а почему наши капсулы изначально в один конец ну знаешь такое ощущение будто компания на самом деле не любит роботов а мы типа роботы я совершил ужасную ошибку круто что я сразу это понял ты что дружок усомнился в компании и наконец-то дал мне веский повод и она тоже его обнулила она вживила в него вирус поэтому и прислали нас жаль что ты теперь тоже сломан спасибо джей всегда приглядываешь за мной блин много неожиданных поворотов на самом деле даже как неожиданно грустно то почему живая и продырявили там все он ее лизнул под конец или шоу произошло мне жаль я сорвал вам игру устроил тебе неловкую сцену с отцом а из-за меня ты взбунтовался как проблемный подросток за что тебя и убили хотя ты меня кокнуть хотел так что по морали это ничья и как она собирается помогать всему городу да вау это явно поможет на заметку это был самый жалкий переход от зла к добру в истории ты типа переметнуться хотел или что быть бунтарем труднее чем кажется спасибо что посвятила тонкости не без дружбы всякой ты тут куча людей перебил балбес и не под не только не говорите мне что вирус просто откручивается еще при этом написано на экране я буквально думаю о том что сейчас помру или о том что я хочу поверить ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой все минус город реальный за 1 дуры какой кошмар только не усы да это явно теперь поможет конечно ожидал чернухи но не настолько жесткой еще мне не очень нравится вот этот вот перегиб у безумных роботов и как они собираются с ними справляться вернемся к делу когда разберемся с твоим существованием лады кого берешь пожалуй джейс серьезно ручкой сразу видно людей которые вдохновлялись джона уикона тут без вариантов их так легко победить просто продырявить ему эту светяшку да это лайк определенно заанимировано все конечно эпично но странновато ау почему она такая живучая ну чё-то вы не очень надежные роботы если честно а у это было больно вот меня я всегда смущает подобных анимациях что какая-то рандомная робо девка внезапно может противостоять каким-нибудь мега-субер-дубер и имба роботом которые были научены специально для уничтожения ей подобных как это работает я не понимаю чистый рояль в кустах из навыков серьезно ну шутки прикольные здесь есть я согласен нет она сломала ручку так если она снесет ей черепушку у нее же просто память обнулится если я правильно понимаю а еще проще вот она реально имба-убер-машина как ее победить у этих вообще странная любовная история односторонняя я бы сказал ой 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 RH what ка что это было почему это сработало для полу разумного тостера Лучший монолог в мире . mp3 Так анимешно, конечно, здесь выстрелы заанимированы А, ну вот она ее уничтожила так, что там уже регенерация не поможет И все такие, ву-ху, да, ей А почему та девка просто села и сидит? Вау И немного драмы в конце Я избавляю тебя от проблем Я изгоняю себя Ау Вот это точно юношеский максимализм А, он ее связал, вот оно что Ну это странно Я думал, это уберы, роботы Что-то уже не номер один батя Но усы все равно классные Там, без вариантов Пока что батя, мой любимый персонаж Просто из-за усов Я тут побуду, а то солнце меня убьет Надеюсь, у тебя там сцены развития персонажа или типа того Жду, не дождусь истребить человечество Это ведь мечта каждого робота Надеюсь, людям на земле хорошо Ведь мы идем по их души Вот так вот, да? Вау А, и видимо, ближайшие 6 серий Они будут идти к людям Не нравится, как она задавалась вопросом А нахрена нас истребляют? А теперь она сама собирается истребить людей Ну что ж Достаточно интересная анимация Хотя она тоже содержит некоторое количество огрехов Если условный цифровой цирк мне понравился Всеобъемлюще То здесь с какого-то метаироничного повествования Все интересно и круто Но если руководствоваться логикой То возникает как-то слишком много вопросов Плюс они сами наваливают немножечко кринжа А потом его же высмеивают Что выглядит немного странно Типа они показывают безумного персонажа А потом сами же смеются над этим И первый раз это еще смешно А вот в десятый раз, когда она странно себя ведет Это уже вызывает вопросы Так или иначе, анимация интересная Мне будет очень интересно посмотреть вторую серию Я думаю, с каждой серией Качество анимации и сценария будет повышаться Если вы хотите увидеть вторую серию Как можно скорее Обязательно влепите лайк И это ускорит выход следующей реакции Также не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo И увидимся